Прижмитесь к краю и остановитесь. 168, остановитесь. Водителя мопеда без шлема сотрудники Южного батальона патрульной службы приметили сразу. Им оказался житель села Баклея Георгий Гуцу. Остановкой по требованию полиции мужчина был очень недоволен. «Я два метра проехал без шлема, и вы меня штрафуете». «Я вам объясняю еще раз. В кодексе об административных правонарушениях в статье 235, часть 1, не предусматривается предупреждение. Есть штраф от 15 до 20 условных единиц и три штрафных пункта». После непродолжительных споров водитель мопеда сдался и подписал протокол. «Вам нужно выплатить штраф в размере 300 леев. Если вы это сделаете в течение 72 часов, заплатите половину этой суммы. Вам поставлен минимальный штраф, так как вы впервые попали в поле нашего зрения. Во второй раз будем штрафовать по максимуму». Этого молодого человека патрульные инспекторы тоже остановили не случайно, хотя он был в шлеме. Поводом послужило то, что пассажир, сидевший сзади, был без шлема. За это водитель мопеда получил штраф в размере 300 леев. «Каково ваше мнение по поводу поставленного штрафа?» «Нужно надевать шлем. В следующий раз буду говорить тем, кто захочет со мной поехать, чтобы они носили с собой шлем. Если нет, не буду их подвозить». С наступлением тёплых дней на дорогах появилось много велосипедистов и мопедистов. И иногда они представляют опасность для других участников дорожного движения. «Некоторые водители мопедов, выезжая на трассу, сильно нарушают правила дорожного движения. От имени национального инспектората полиции и руководства Южного батальона патрульной службы обращаемся к гражданам с просьбой о том, чтобы их транспортные средства соответствовали требованиям закона и были зарегистрированы, чтобы они не употребляли алкогольные напитки перед тем, как садиться за руль. Это касается и велосипедистов, а также соблюдали правила дорожного движения». С начала этого года в районе Басарабяска не было зарегистрировано ни одного случая ДТП с участием велосипедистов или мопедистов.